Активно-позитивный альянс Дарджа ищет свежую кровь. Если ты весел, задорен, играешь с удовольствием и учишься, будут рады видеть тебя в своих рядах. С тебя силы команды от 3500, кубки – дело наживное, регулярный онлайн, особенно Титаны Война. Взамен предлагают тебе Титанов 9-10 звезд, совместное развитие, шутки, смех и к лету топ-100. Чего сидишь? Беги скорее! Перед началом ролика хочу ответить на один коммент. Надеюсь, когда-нибудь твою припаркованную машину не уебут, с места ДТП не уедут и ты не будешь ходить искать по камерам виновника, а также тратить время на поездки в ГАИ и на страховую компанию. И при этом у тебя будет время сделать свое собственное видео. Шутки маленькой обиженной девочки а-ля забухал, пиздец, просто смешно. Я все сказал, а мы переходим к классу МАК. Начнем с того, что данный навык работает разово. С шансом в 25% вашим, подчеркиваю, вашим героям будет нанесен дополнительный урон в 15% за каждый активный баф на врагах. Небольшое отступление. Я надеюсь, что мы наберем на этом заключительном видео 800 лайков минимум, ибо класс самый сложный для подготовки как ролик. И я без вранья. Около часа потратил на налеты дуэли с противоподобных героев на плюс один. Специально сливал бои, чтобы зайти снова и дождаться этого эффекта. Во время съемок ни один волк не пострадал. Хотел бы я так сказать, но увы и боль. Как итог, за час пвп я его не дождался. Благо был Ульмер и пошел его тестить на 8-7. И там спустя 20 минут дрочего, наконец-то вылез этот долбанный талант. Так вот, на чем мы остановились. А, да. Образно говоря, этот навык используется рандомно, либо при автоатаке героя в обороне, либо при использовании ульты самого героя. То есть рассмотрим пример наличия в команде врага Клыка. Тот бафает всю команду на усиление атаки. Если в этот момент пробить ульту из арнии, будет этот шанс доп. урона 15% за каждый баф на каждом из героев. То бишь максимальным уроном может быть плюс 75% за 5 бафов Клыка у врага. Для каждого героя на поле этот шанс просчитывается рандомно. То есть есть все 5 шансов нанести доп. урон по возрастающей схеме. 15, 30, 45, 60, 75. Ну и при этом шанс может быть рамен нулю. Также есть две категории урона, как я предполагаю для массовиков и для шотеров. Массовик может ударить по каждому, а ульта массовиков не всегда топовая. А вот у шотеров это может быть фатально. В некоторых случаях, подчеркиваю это, в некоторых. Так как это важно. Без некоторых условий это будет не так эффективно. Сами прикиньте, если к примеру 450% и к ним прибавить еще 75%. Получится 525. Но той же самой с артана, а так с ульты не топовая. Следовательно, нужно во время того, как увидеть активацию навыка, сделать усиление, либо срез брони. Чтобы шот и оказался тем самым. Фатальным. А теперь к четверкам класса. Сразу на скамейку запасных отправим Кирилла и Кашрека. Оба этих героя не бьют уроном, поэтому и шанс атаки остается только стычек. Думаю, двигать этих героев не стоит от слова вообще. Его нужно выбирать тех героев, с которыми великолепно будут сочетаться талант и умения героя. Кстати о Мерлине. Вот он вроде подходит, но и на него не советую вешать эмблемы. Высоким уроном он не обладает, следовательно и эти 15% будут просто неощутимы. А вот дальше идет Протей. Единственный герой из четверок, на которого я категорически советую вешать все эмблемы, что есть. То, что это мини-хелл, это дело одно. Всем и так это понятно. Урона фиксированного с ульты он также не наносит. Но, почему же я решил одобрить вкидывание эмблем? Из всех четверок классов, это самый нужный герой везде, где только можно. Следовательно, черт с ним с навыком. А вот оворонные статы поднять ему нужно позарез. И ветка магов позволяет сделать это на 100%. Ведь в каждом ответвлении по дереву талантов есть защита и здоровье. А также на плюс 19 не забудьте поднять талант регеноманы 2%. Если же такие статы вас не устраивают, чтобы нагибать пятерок, можете повести его в атаку. Но прямо много вы при этом не сможете выиграть. Дичайшая атака, но примерно такая же выживаемость. Ибо пятерки врагов тоже не стоят на месте. И также качаются кто-то в атаку, а кто-то в оборону. Решать, конечно же, вам. Но протей это точно герой из всех классов, по моему мнению, заслуживающий плюс 20 с уклонного в оборону без каких-либо вопросов. А мы переходим к тем самым пятеркам. Виктор. Не очень много смысла двигать его на плюс 20, если ваша цель раскрыть навык класса. Урона будет не так много, как вы хотите, но тем не менее более крепкой вашу команду сделать он может, если повести его по оборонной стороне. Ведь он супер быстрый и бафает команду на защиту. А с этими статами на оборону внизу он будет лишь больше проблем приносить врагу. Для очень быстрого героя довольно топовые статы в обороне. Единственный представленный в этом классе шотер, которого мы сегодня уже чуток разобрали. И сделали вывод, что задействовать ульту после акциевации сглаза нужно предварительно усилив своих героев бафом, либо срезав броню врагам. Стата же вы видите на экране. Один из регулярных героев, представленных в этом классе. Целесообразным считаю вести сартану только в атаку, для большей ее эффективности. Баланс же обороны и здоровья у нее и так в порядке. Хелл. Честно, не знаю в какую сторону ее качать. Тут уже зависит от вашего стиля игры. Либо атака, либо оборона. Но мне кажется в оборонном режиме это будет наибольший геморрой для противника. Но статы обоих вариантов, конечно же, прикладываю. И не забывайте про плюс 19, на котором обязательно нужно прокачать 2% к регену маны. Гвиневра. До сих пор понять не могу, нахрена ее впихнули в этот класс. Как и Кашрека с Кириллом. Ведь их ульта не бьет, и срез маны Гвина не считается уроном. То есть только могу предположить, что прокачав ее в оборону, вы получите вот такой песос для танка по центру. Следовательно, чем дольше вы не можете ее бить, тем больше вы будете накладывать на себя различные эффекты усилений. Тем рискуете получить в ответку от Гвины стычки на довольно неприятный урон. Хоть и не фатальный, конечно. В принципе, то же самое можно отнести и к тем двум героям, Кирилл и Кашрек. Но есть атакующий вариант Гвины, где существенно оборона не поменяется. И атака при этом вырастет только на 100 единиц. В общем, решать вам, но не думаю, что это прям бесполезный навык у этих героев. Шип куда бесполезнее тем, что дает 10% от хп героя. Анатель. Слепая провидица. Видя ее на фул, вы должны понимать, что это герой танкующий, как в атаке, так и в обороне. Хоть и не всегда по центру. Но вот с учетом класса, у нее вполне будут статы уже и для постоянной позиции для центра. Конечно же, атака тут тоже есть, но от Анатель требование жить дольше. Так что без раздумий присуждаю ей оборонный потенциал. Зилайн. Эта героиня и так довольно имбовата, даже после многочисленных фиксов ее навыка. Тем не менее, выжить себе и команде она всегда даст своей ультой, до которой доживает в 99% случаев. Атака и только атака. 900 атаки с руки. Как тебе такое, Илон Маск? Изарни. Да-да. Я оставил ее напоследок, как самую интересную из дамагеров в этом классе. Хотя тут и обсуждать-то почти нечего. Дикий урон с руки, с ульты, самый высокий срез брони вместе с уроном среди регулярных героев в этой игре. Это то, для чего ее создали. Герой не для обороны, он должен радовать вас в атаке, особенно под различными усилениями перед атакой. Очевидный топ для меня в этом классе. Из четверок, Протей. Из пятерок, для меня из Арния, потому что у меня нет других более интересных героев. А вот при наличии всех, моя рука обязательно бы упала на повышение либо обороны для Гвеневры, либо атаки для Зилайн. Зилайн среди всех героев более универсальная. Вот мы и закончили наконец-то с обсуждением каждого класса. Если пропустил другие видео, то заходи в плейлисты канала по классам и смотри все по очереди. Лайк поставить не забудь, я за тобой слежу. И подписку на канал оформить тоже не забудь. А то, видишь какой, безбилетник. Также пиши свой коммент, что бы ты хотел увидеть еще по классам, и может быть я запилю еще какое-нибудь видео. Специально для тебя. Дальше интереснее. Всем пока. Хей-йо, а еще важная информация. Сегодня в 8 по Москве будет стрим, где я могу поотвечать на ваши вопросы по классам и не только. Теперь точно пока.